Всем привет, любители хардкора, с вами Валерий Хаус и атмосферный любитель пощекотать нервы, холод. И если вы первый раз на моем канале, то прошу незамедлительно подписаться, ибо пропустите настоящие атмосферные прохождения игр разных жанров, тематик и платформ. Также не забудем ставить палец вверх и отписываться в комментариях. Ну а мы продолжаем, и отправляемся мы в последнюю точку, это у нас гора, светящаяся гора, именно та гора, куда я хотел пойти, прям вот в самом начале игры, которая манила своим свечением, прям, ну оставил ее. Напоследок, ибо мне кажется, там что-то самое такое вкусное, вот, и вы тоже говорили то, что там, сходя туда, я останусь довольным, вот. Дорогу, я так понимаю, вон она, вон она, это гора, смотрите, не правда ли, она прям вот, вот прям манит, так и говорит, вот сходи на меня своим свечением, она прям, сходи на меня, посмотри, что там, что скрывается внутри меня. Дорога, по-моему, я так понимаю, та же самая, которая ведет к пещерам. Только мы сворачивали направо, чтобы попасть в пещеры, а тут надо свернуть налево. Там мы видели, что-то светилось, там какие-то огни были, либо факелы, это, либо, ну, столько костров там не может быть, скорее всего это факелы. Вот. И, наконец, я думаю, мы узнаем, что же случилось с группой Дятлова. Вот. Именно там будут скрыты ответы. Ну, пока мои подозрения, это то, что наш герой, сутья из того, что мы вычитали, мои подозрения, это то, что наш герой, это тот психопат, или как он, не психопат, а просто, ну, больной, сбежавший с психиатрической больностью, вот, вон, вот, вот, видите, да? Я думаю, это и есть вход на эту пещеру, вот, сама эта гора, то есть не в пещеру, а на гору. Давайте. Музычка заиграла, вот, добрые наши фантомы. Знаешь, вначале я хотел все исправить. Я верил, что меня коснулся сам Бог. Что я получил шанс, компенсацию за причиненное мне зло. Потом я понял, что это не Бог, не добро, не компенсация. Просто инструмент мести. Показали нам, наверное, куда идти надо, фантомы. И помним, что, да, это автор, ну, с прошлого эпизода мы поняли, что автор это и есть... Тот злой дух, который за нами охотится. Вы посмотрите. Черепа просто на палке. На какой-то... Попахивает каким-то племенем, да? Обычно у каких-то разных племен там, обычно у этих, у ганнибалов каких-то... у них всякие такие штучки. Типа черепа там на палках там. Скелеты там всякие привязаны и так далее. Ты идешь ко мне? Ну, скорее всего. Раз уж это... финальная серия, значит, да, скорее всего я иду к тебе. Кто же зажигает вот эти все факелы? По дереву пройтись. Так. Смотрите, какие-то цепи. Что-то там уже такое, блин, манящее прям. Уже хочу туда попасть. Тотемчики тут. Проходим через пещерку. Небольшую. Так. Тут надо, наверное, спуститься аккуратненько, чтобы не разбиться. Отлично. Так. А. В принципе у нас дорога одна. Я думал там вниз еще проход. Воу-воу-воу-воу-воу. Что за... Ой, чё. Не засыпало бы. Хорошо мы там не стояли. Сейчас бы получили камнем по голове. Как поется в одной из песен короля Решута. Воу. А вот эти вспышки, это уже не хорошо. Такие вспышки. Помним, что мы слышим, когда появляется наш враг. Так. Ну, пока фонарик не моргает, значит никого нет. Такая пещерка, да? Так. И у нас два прохода. Либо нам сюда. А, ну здесь у нас не пройти. Значит нам все-таки сюда. Так. И я оставлю, ни хам Koreanの字. И, я弟-кухи Pure. Координаты. Записывать их уже не будем. Так как это... ...последняя... ...точка. Я думаю, тут уже игра закончится Тут мы уже узнаем Конкретно Что же причастно к гибели Группы Перевала Дятлова Так, у нас проход наверх есть И сюда Там, я так понимаю О, слышу листок По верху, я так понимаю Это уже на гору на саму вход Давайте здесь посмотрим Слышу листок Сейчас мы что-то почитаем Итак, 27-летняя женщина Мертва Убийца ее изуродовал Ночью с пятницы на субботу В доме в центре Москвы Было найдено тело 27-летней Виктории Р На жертве обнаружено Множество ранений Кроме того, сильно изуродованы глаза Убийца все еще не пойман Женщина не была изнасилована Двери в квартиру, как и все окна Были закрыты изнутри Виктория Р Была сестрой 35-летней Веры Р Которой нанес аналогичные травмы Ее партнер Виталий Г Детективы исключили его связь С этим преступлением По той причине, что он Прибывает в психиатрической лечебнице Детективы не исключают Что у Виталия Г У Виталия Г мог бы быть напарник Интересно, зачем нам эта информация Ну раз про психиатрическую больницу И по моим догадкам, если То, что наш герой Это сбежавший Из психиатрической больницы Пациент Который упоминался В предыдущих записях То возможно, что мы и есть Виталий Либо напарник Про который сейчас упомянули Блин Такой топ Или это топот Или это музыка такая Ну было больше похоже на топот Так Еще одна записка Да, это музыка Я сначала думал это топот Где ты? Оу Вот так Оу Музыка такая вообще Напрягающая О! О-о-о-о Так, где-то наверху Да ладно Где-то наверху, что ли, шуршит Наверное, вон там подъем О-о-о-о-о-о О-о-о-о Не-не-не-не-не-не-не Ай И здесь Везде облова Да что ж ты, надо что купал Черта, этого нету здесь Это что? Я думаю череп какой-то Так Не, вроде Вроде нету Вы смотрите как бревно Развалилась Ровненько так Как будто его Распилили О, вот оно где шелестит Темно Мы сбежали в лес Кто-то Что-то Пыталось забраться в палатку Мы слышали странные звуки И видели оранжевый свет Мы не сможем от этого убежать Мы все умрем Я не знаю, что происходит Я хотела попытаться Странно, что здесь перевели Я хотел попытаться Ну, наверное, перевод как бы как дословный что ли Ну, или просто опечатка Понятно, что Убил Группу дятловцев Вот этот черт Который уходит Тут оранжевая дынка Вот это Сам этот черт Который уходит за нами Пытается нас убить Ну, что это такое? Что, кто это? Так Там подъем на гору Давайте сюда еще сходим Посмотрим Что здесь? Здесь у нас Обвал И нам остается Только подниматься Ага Здесь мы тоже подняться Не можем Смотрите Снова Череп Скала в виде черепа Давайте пойдем сюда Присесть немножко Так Снова подъем наверх И здесь куда-то дорога А, ну Это все ведет в одно место Окей Ну что ж ты не зажигаешься Как было Вот снова У нас Да, попахивает Каким-то племенем Было бы прикольно Если бы зажигались Факелы Как зажигались Когда мы шли К алтарю Что-то помните Воу-воу-воу-воу Мы кажется пришли Мне уже страхово спускаться Офигеть Вы посмотрите Сколько Костей Сколько трупов Жесть Это жесть Смотрите Это черепа Это черепа Воу-воу-воу Здесь реально Какой-то ритуал Посмотрите Сколько людей Представьте Сколько людей Здесь Погибло Цепи какие В цепи что-то держат Скалы держат Смотрите Жесть Жесть Это жесть Оу-воу А это что Ты кто такой Офигеть Смотрите Какой у нее череп черепа оленя и кто это лось врага больше на лося похоже да 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 ему тут смотрите ему поклонялись да так сложены кости как будто ему поклонялись это божество что ли это ритуалы проводили походу неужели все связано с оккультными какими-то этими штуковинами давайте почитаем если вы читаете эти слова кем бы вы ни были я молю вас помогите нам нас держат вместе под названием почтовый ящик 5 я не знаю где это и даже не знаю какой сейчас год они не разрешают нам общаться ни с кем из внешнего мира они закрывают нас камерах по 4 человека я видел дюжину таких камер они говорят о какой-то аномалии 7 каждый день над нами ставят опыты изучают пытают я видел как они убивают людей я видел ужасные вещи напишите об этом расскажите всему миру они проводят самые худшие эксперименты которые только можно представить у них есть камера которую мы называем камерой страха не описать словами того что происходит с теми кто там оказывается некоторые возвращаются но иными будто в них больше нет личности других выносят мертвыми только немногие остаются в своем уме я видел яркий оранжевый свет который говорил со мной голосами демонов и показывал мне образы которые хуже любого кошмара иногда люди выходят оттуда со сломанными костями они выходят изуродованными раздавленными облученными радиации бесконечности я больше не могу это выносить избавьте меня от этих видений среди нас есть ученый он сказал что в ходе их жутких опытов они обнаружили что-то из другого мира и пытаются его изучить а на самом деле это оно изучает их он сказал нам что в мире есть и другие подобные места и настанет день когда врата ват распахнуться вам нужно положить этому конец уничтожьте это уничтожьте нас убейте нас всех центром руководит не и природных явлений рф я увидел это название на пропуске мужчины который меня допрашивал он сказал мои заключенные преступники убийцы насильники грабители но это неправда я ничего плохого не делал я всех их ненавижу они называют нас пациентами имен не используют только порядковые номера я пациент номер семьдесят три я даже не помню своего настоящего имени молю вас помогите сожгите это место дотла если это письмо попало за стены центра если охранится пообещавшего передать держала свое обещание то вы должны что-то сделать клянусь всеми святыми вы просто обязаны мой единственный сокамерник антон шепчет мне на ухо что все будет в порядке этот оранжевый свет поет голосами сотен английских хоров антон пообещал мне что если я внимательно буду слушать пение то он меня освободит но иногда мне кажется что ничего из этого не существует нет ни тюрьмы не решеток не врачей не антона есть только пугающий пронизывающий оранжевый цвет интересно да журнал но вот это это похоже ну как мы поняли это еще раньше мы поняли что журнал это журнал нашего героя и получается что наш герой какие говорил это один из пациентов одними стали об ставили опыты я так понял он не один был и опыты проходили с какими то там параллельными мирами что ли измерениями я так понял и ученые что то выпустили из параллельного мира что антон это его сокамерник про которого он все говорит фиг знает короче запутался и наш вот пациент он сбежал это понимаю да окей окей воу 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 еще дымка и чё оаа .. оаа воу оо оау оаа так куда 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 Куда? Там дымка. О-о-о. Сюда, сюда. Блин, сейчас как передавят чем-нибудь. Давай, 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 давай. Воу. Воу. Жесть. Камнями бы не придавило еще. Давай, давай, беги, не уставай, ну. Костер. Отличное сохранение. О-о-о. Бежать, бежать надо, бежать. Дымка. Ай-яй-яй-яй-яй. О май гад, о май гад, о май гад. О-о-о. А это что? Какая-то аномалия, смотрите, появилась. Прямо вверх. В портал, что ли? Че за шоу? Давайте отправимся, посмотрим. Я так понимаю, нам туда надо, к этой аномалии. Че за... Что-то там, блин. Что-то там рушится. Так. Правильно, надеюсь, идем. Что такое-то? Во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во. Че за нафиг. Как в этом, когда к алтарю подходили, помните, да? О-о-о. Че-то там вообще жестоко что-то происходит. О, жесть. Что там только... Да ладно, здесь тупик. Офигеть. Сейчас кто-нибудь как выскочит. Офигеть. Да ну нафиг. Такое ощущение, как будто там вообще просто все разрушается. Там Армагеддон какой-то происходит. Блин. И интересно, и страхово, что там такое. Так, 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 так. Нам... Сюда, да, получается? Да, правда. Я правильно иду? Да. Получается, да. Облака ускорены. Вообще клевое сделано. Все, что-то прекратилось. А, нет. Так утихло, как будто все. У алтаря там, помимо того, что вот такие вот ускоренные облака были, там еще все в красный цвет. Покраснело все. Жесть. О, смотрите, там что-то двигается. Да ладно. Да эти... Руны эти большие. Они светятся. Смотрите. Офигеть. Что они делают? Я так, я так полагаю, нам к ним, к ним надо подходить. Офигеть. Или, может, к палатке? Что за... Пустой дневник нашел. Акт третий. Итак, мы дошли до конца. Ты понял, какую роль играешь в моем плане? Случайных жертв не бывает. Полностью невинных не бывает. Ничего я не понял. Ну, возможно, ты думаешь иначе. Смотрите, какое... Но когда ворота в секцию 22 откроются, и миру явится настоящее безумие, ты поймешь, что все, что я сделал, было необходимо. Ворота в секцию 22. Секция 22, это лаборатория, по-моему. Офигеть, какая темень, а. Смотрите, какое небо. Вообще круто. Ну, я так понимаю, нам туда вот надо. На костер, что ли. Ты меня слышишь? Где ты? Прямо за тобой. Кто ты? Как мы встретимся? Воу-воу-воу. Я тебя вижу. Как тебя зовут? Ты меня слышишь? Я тебя вижу. Я тебя вижу. Тихо-тихо-тихо-тихо. Прекрати. Что за... Прекращай. Палатка. Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Прекрати. Прекрати. Фонарика у нас нет. И все? Что это сейчас было? Сейчас я вообще не... Мы убили ятласов. Что-то я вообще не понял, нифига. Получается, мы... Блин. Судя по тому, что... Наш герой, когда открыл дневник, он был пустой. Так как говорилось в последних записках, ничего типа не существует. Это он все придумал, что ли? И просто... Просто-напросто... Он... Психопат, который убил... Гру... Целую группу дятлов. Целую группу этих... Путешественников. Ну, это... Не знаю, это мои догадки. Если я не прав, то отписывайтесь в комментариях. Свои... Свои версии. Либо если вы поняли концовку, объясните. Потому что я что-то не въехал нифига. Окей. Игрушка была очень атмосферная. Я попугался на славу. Вот. Ну, и кому понравилось мое прохождение, ставим пальцы вверх. Подписываемся на канал. Вот. Подписываемся на группу ВКонтакте. Группа... Такой вот нюанс. Группа не чисто моя. Группу можно назвать как... Библиотека. Библиотека... Летсплееров. Летсплееров. Вот. Там... Мы хотим собрать лучших атмосферных летсплееров. Вот. В одно место. Чтобы... Подписчик зашел. И выбрал все, что ему нужно на свой вкус, на свой взгляд. Чтобы каждый нашел... То, что ему нравится. Вот. Желаем подписываться на эту группу. Но... Чем нас больше, тем... Лучше. Вот. Хотим вернуть летсплей... Настоящий летсплей миру. Вот. Ну, так же отписываемся в комментариях. А я со всеми обращаюсь. До новых встреч. Всем пока. Всем... Хард-хоррор. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok